из кушевы выезжаем в сторону азиатской последние пятиэтажные домики заканчивается перечеркнутый значок поклонный крест и где-то там станция азиатская в горах поворотик в деревню молочную с через остановочный пункт есть а направо тут какая-то дорожка в какой-то тоже поселение как раз переезд еще и закрыли пересекаем великую реку туру она тут верхов еще совсем малюсенькая ручеек можно сказать азиатская сразу же деревня начинается за знаком хроники такие хорошие отделанная население местное из магазина идет привокзальная называется до магазин продукты родничок переезд туда дальше на другую сторону поселка сколько шакалить то я не бегаю без на дороге и все такая водокачка живописнейшая красиво такой вот как есть дрова везде дрова не топят стоят на станции кладбища здесь и дальше у них лесопилка и дорога по идее на хребет уральский но они не знали на проехать туда не приехать хребет уральский это последняя станция по горнозаводской железной дороге перед пермским краем дорогу туда чистить когда глава округа с жителями встречается но это не часто а где там вообще не проехали я посмотрел эту дорожку на хребет уральский там она вроде бы как и прочищена под лесовозы но там такие места есть нехорошие переметенные не проехать не там короче это 20 километров как минимум по такой дороге стремно ехать здание пассажирской станции сколько тут собак собаки тут у вас стаями ходят да собаки глюста и миху поедем вторую половину поселка посмотрим за линии которая за переезд артенционные домики вот он переезд широченная где-то в центре поселка пруд еще есть гора на какая-то на горизонте высокая азиатская поселок в кушвинском районе свердловской области раскинулся возле одноименной железнодорожной станции местный голова сейчас путин николай александрович население 859 человек по национальному составу в основном русские и немножечко татар азиатская расположена в горно-лесистой местности в верховьях реки тура через поселок протекает приток туры речка березовка образуя в центре красивый пруд азиатская находится в 15 километрах к западу от столицы района города кушва в поселок ведет живописная асфальтовая дорога а еще азиатская станция на участке свердловской железной дороги ведущий в соседний пермский край история поселка начинается вместе со станции азиатская при строительстве горнозаводской железной дороги в 1878 году по данным переписи 1926 года при станции было 16 хозяйств и аж 68 жителей в поселковой школе первой ступени училась 17 детей в 90-е годы в поселке работал лесопункт гороблагодатского леспромхоза лес гнали в том числе и за границу сейчас от былой роскоши остался лишь небольшой лесозаготовительный участок сейчас азиатская на подъеме в поселке есть красивый дом культуры с библиотекой большая общеобразовательная школа и детский сад православная община обзавелась церковь его имя трех святителей отпусти мне батюшка грехи есть участковая больница пожарная часть и отделение почты спрос населения удовлетворяют несколько мини гипермаркетов до куш выходит комфортабельный автобус кроме того туда-сюда носятся современные электрички у кого-то мега-мега-мега теплица это все дома вдоль железной дороги там дорога пошла еще на одну соседнюю станцию чекмень называется тоже не прочищена толком станция чекмень это уже по качканадской ветке за азиатской дороже за дорога раздваивается дорогой обычно не прочищена кушинская здесь какой-то центр цивилизация какая-то сельская библиотека а вот эта речка как называется здесь пруд у вас какой-то да а речка какая березовка флаг красный какой-то так-то большой поселок и школа здоровенная машинка стоит плотина пруда идет речка березовка значит что они же дорожники ходят охранная зона написано ну вот он пруд тут на шнегоходах кто-то хоро щекал сама задвижка конечно ничего не видно немножко есть роталина какая-то дальше речка туда бежит весной гедры вон растут двухэтажечка смотри-ка колоночка как называемый финский домик так ну это я куда-то какая-то промка там я смотрю лесопилка что ли лесопилка заброшена бегомочники много техники похоже лес больше здесь не пилят объехал эту азиатскую прикольный поселочек и станции вот я из азиатской выезжаю я конечно думал что посмотреть еще два поселка за азиатской это хребет уральский и чекмень они все по горно-заводской железной дороге но к сожалению нам плохо прочищена и не судьба на них посмотреть летом бы там вообще дороги нету практически ну как есть хотя бы азиатскую посмотрел возле железной дороги тут свородочек такой типа кордончика шли какого-то свернул посмотреть чуть такое дорога хорошая прокатанная ну вот несколько домиков таких довольно таки приличных и все больше ничего не пошла дорога к туре что-то водозаборная какая-то станция до водоохранная зона на водозабор на путь это насосная 1 вон там здание всяких заездов выездов по этой дороге по азиатской очень много вот насосная станция там еще молочная сейчас посмотрим хуторок этот он рядом с насосной станции между насосной станции и железной дорогой и на азиатскую есть еще деревня молочная помимо вот этого хутора где сейчас я бы раз мимо едем надо поспешить по его дорога пока плаваться заходит я тут был и в летнее время это есть я приложу на нам поскольку может что-то изменилось какой-то правило пожарной безопасности ну да вот так же дорога через поле подходил какому-то сельхоз предприятию большому ферма молочная свое название оправдывает деревне молочная ферма молочная вспомнил так кушай же есть завод молочный завод молочная благодать это по дикости его производитель молока и молочная благодать тут один дом такой чистенькая ухоженная лошадки спасутся верно какой-то наверно богатый вкусель и гаража возвращаясь обратно в кушу тут куча садов коллективных энергетик называет электромеханический завод вот стала большая кушай тоже цыганские дома есть переезда какой вид на кушу открывается с горы храм сгоревший какой-то деревянный недалеко от каменного собора снимать не собирался но она местами такая красивая здраве скульптуры как мимо проедешь но она вся завязывая давно пора а а а